Здравствуйте! Сегодня хотелось бы поговорить о самой важной детали в машинке. Самая важная деталь в любой машинке для стрижки это нож. Если у вас будет плохой нож, даже если у вас будет все остальное просто супер, если у вас там будет мега мощный мотор, объемный аккумулятор, очень эргономичный корпус, вы все равно постричь ничего не сможете. Если у вас будет замечательный нож, но слабенький мотор вы будете стричь очень долго, но вы пострижете. Итак, главная деталь в любой машинке, на первом месте в любой машинке стоит именно нож. Это именно та причина, почему стоит покупать брендовые машинки, немецкие, японские, американские и почему не стоит покупать китайские машинки. Хороший нож это в первую очередь хорошая сталь, которая отлично держит заточку, во вторую очередь это продуманная конструкция, ну и наконец в третью очередь это качественно выполненная сборка, заточка этого ножа. Китайцы не могут ничего из этих трех компонентов, соответственно ничего у них никогда не получится. Итак, ножи. Ножи бывают по большому счету двух типов. С винтовым креплением, когда нож намертво прикручен у нас к машинке и быстро съемным, когда нож можно снять одним щелчком. Кроме того, по своей конструкции они у нас делятся на ножевые блоки, когда вот мы сняли и здесь сразу два ножа в одном блоке, плюс дополнительная какая-то оснастка, регулировка длины среза, либо еще что-то. Короче, то, что удерживает эти два ножа вместе. И классический нож, который при откручивании у нас делится на две половины, сейчас я откручивать не буду, чтобы потом не мучиться с настройкой ножа, да, но при разборе откручиваем два винта, у нас нож распадается на две части. Нижний нож, гребенку направляющий, и верхний нож, который, собственно, своим движением срезает у нас волоски. Все ножевые блоки всегда выполняются быстросъемными. Ножи, как правило, крепятся винтами, такое соединение небыстросъемное, соответственно, чистка ножей в таком случае затруднена. Но есть, как минимум, одно приятное исключение. Это Мозер Примата Джастейбл. Здесь имеются именно ножи, не ножевой блок. На первый взгляд, они крепятся винтами намертво, но на самом деле здесь есть такая чудесная кнопочка, при нажатии которой нижний нож легко сдвигается назад и снимается. После чего можно точно так же снять и верхний нож, который просто крепится плоской пружиной. Для чего нужны быстросъемные ножевые блоки или быстросъемные ножи, как в данном случае? Нужны они для того, чтобы было легко обслуживать такой нож. После того, как мы его сняли, мы можем его довольно легко почистить. В случае быстросъемного ножа это вообще прекрасно делается, поскольку вот он разделился у нас на две половины. Почистили мы его и тут же собрали обратно. В случае быстросъемного ножевого блока сделать это несколько сложнее. То есть мы его сняли, но тем не менее у нас два ножа представляют собой единое целое. Но тем не менее доступ к ним, к этим ножам значительно проще, чем если крутить нож вместе с машинкой, пытаясь там заглянуть, что-то продуть. Дальше. Что необходимо отметить по ножам? Как правило, производитель разрабатывает машинку вместе с ножом. Как, допустим, машинка Wall Legend. Здесь под машинку был специально разработан ножевой блок. Такой ножевой блок не ставится никакой другой фирмой. Более того, он не ставится на другие машинки производства Wall. В данном случае он, в принципе, не подойдет, если его поставить, допустим, на тот же Wall Super Taper. Это не очень удобно, на самом деле, поскольку вынуждает нас после того, как наш нож погиб, затупился просто, да. Либо, не дай бог, мы его там уронили и захотели купить новый нож, но нужно будет искать точно такой же нож. Того же производителя. Приятный момент заключается в том, что на некоторые машинки ставится стандартизированный нож стандарт А5. На самом деле, это не нож, а ножевой блок, быстросъемный. Крепление к нему точно так же стандартизовано. То есть, имеется целый ряд машинок от всех производителей, практически крупнейших. Это Мозер, Волл, Эндис, Остер, Трайв, другие производители, которые производят машинки специально под этот нож. В чем наша выгода? Так как данные ножи выпускают практически все крупные мировые производители машинок, и плюс еще куча мелких производителей, их очень легко найти в продаже. Причем, эти ножи выпускаются с различной длиной среза. То есть, вот у нас машинка Волл, на ней стоит нож 1,8 мм, мы можем пойти в магазин и купить на эту же машинку нож Мозер 3 мм, или нож Трайв 1 мм, или нож Остер 1,1 мм. Какое нам захочется, и он сюда прекрасно подойдет. Кажется, это идеальное решение, купить себе машинку с ножом стандарта А5. Но, как водится, идеал все-таки недостижим. Данные ножи являются довольно крупными, с мощной прижимной пружиной, поэтому слабенькие машинки практически всю свою мощность потеряют на то, чтобы просто шевелить этот нож. С таким ножом, как правило, выпускаются только мощные роторные сетевые машинки с мощностью двигателя от 30 Вт. Соответственно, и вес в этих машинах довольно большой, и, как правило, все-таки большинству пайкмахеров, барберов, стилистов, они не нужны. Наибольшее распространение такие машинки с такими ножами получили среди грумеров, то есть людей, которые подстригают животных. Почему? Потому что мощная машинка плюс мощный нож – залог успеха там, где есть очень много волоса плюс густой подшерсток, где обычный нож не справится. Хорошо. Итак, мы сказали, какие у нас бывают ножи. Они бывают у нас в виде отдельных ножей, бывают в виде ножевых блоков, бывают быстросъемные, бывают небыстросъемные на винтах. Кроме того, ножи можно поделить по материалу, из которого они изготовлены, либо обычные металлические ножи, либо керамические ножи. Надо отметить, что на сегодня из крупных производителей практически никто не оснащает свои машинки штатно-керамическими ножами. Мозер, Вол, Эндис, Ермила, Остер – у всех у них машинки с завода оснащаются металлическими ножами. Почему? Ну, на сегодня все-таки металлический нож имеет некоторые преимущества, особенно если есть возможность его заточить у хорошего заточника, то такой нож экономически все-таки более оправдан, чем керамический. Что еще можно сказать? Я даже не знаю. Хочется напомнить вам, что нож, как любая подвижная деталь, требует регулярной смазки. Не забывайте, пожалуйста, смазывать ножи в соответствии с инструкцией производителя вашей машинки. Как правило, при смазывании необходимо нанести смазку на режущие части в трех местах. Раз, два, три. И там, где у нас пятка и нож елозит по гребенке, нанести слева и справа. То есть, необходимо капнуть немножко масла во всех тех местах, где у нас происходит трение. Наибольшее трение у нас происходит в режущей части, ну и на пятке ножа. Там тоже у нас есть контактная площадка, где происходит трение, там также надо смазать. После того, как вы нож смазали, его необходимо установить на машинку, включить на 10 секунд, дать маслу растечься по всему ножу, после чего мягкой тканью, либо бумажной салфеткой удалить излишки масла. Как бы вы ни старались капнуть самую-самую малость, все равно вы капните больше, чем нужно. К чему это приводит избыток смазывания? Просто-напросто волос срезанный будет у вас прилипать к ножу, ну и не будет удаляться с ножа самостоятельно. Соответственно, все это налипнет, не очень эстетично, плюс увеличивается трение, ну ни к чему-то. Недостаток смазания, понятно, приводит к повышению трения, машинка будет сильнее греться, нож будет сильнее греться, ножом можете потом обжечь клиента. Кроме того, ножи быстрее стираются. Поэтому, пожалуйста, не забывайте смазывать. Производитель вообще рекомендует смазывать перед каждой стрижкой нож. Но здесь вы уже сами должны выработать. Насколько часто вам нужно это делать, я думаю, вы быстро определитесь. На этом, пожалуй, уход за ними и окончен. Понятно, что их нужно содержать в чистоте, в конце смены их чистить. Если это позволяет конструкция ножа, то разбирать. В разобранном виде прочистить его будет гораздо проще. После чистки собираем нож обратно. Собираем нож обратно. Смазываем и оставляем до следующего рабочего дня. Если вы работаете грумером, волос у животных гораздо больше, чем у человека, то желательно после каждого использования нож прочистить от забившейся шерсти. И к следующему клиенту уже проходить с чистым ножом. Надевание и снятие ножа. Если говорить о классическом ноже на винтах, то здесь все просто открутили, сняли, почистили, привернули на место. Проверили, что все встало, ровно закрепили. Здесь тоже никаких премудростей. Сняли, надели. Роторные ножевые блоки, быстросъемные. Сняли, надели. Роторные сетевые машинки с ножом стандарта А5. Здесь производитель прямо указывает, что ножевой блок необходимо надевать только на включенную машину. Почему поводок в машинке не всегда точно попадает в паз ножа. Из-за этого нож не встает, не фиксируется, соответственно проскальзывает при работе. Можно это даже и не заметить. Вроде бы он и шевелится. И приводит это к повышенному истиранию самого поводка машинки. Для того, чтобы этого не произошло, включаем машинку-розетку, включаем мотор, нажимаем кнопочку и захлопываем. Все, нож готов к работе. Для снятия нажали кнопку, нажали на нож при выключенной машинке и сняли его. Надеваем, еще раз повторюсь, при включенной в сеть машинки. Включили в сеть, включили мотор, нажали кнопку, захлопывали. То же самое, кстати говоря, рекомендуется для машинок Остер серии 616, у которых мотор, в общем-то, не ротарный, а пилотный. Но, тем не менее, производители также рекомендуют надевать нож при включенном моторе. Итак, берегите свои ножи. Пускай они все время у вас будут острыми. В коем случае не роняйте, поскольку нож вещь хрупкая. Следите за ними, смазывайте, чистите. Удачи вам. До свидания. До свидания.